Добрый вечер! Подготовлен проект закона о так называемом авиахламе. В нашей стране хотят запретить самолеты старше 15 лет. Идея, конечно, хорошая, вроде бы поддержать надо, но если сегодня у нас установить такие правила, то многие авиакомпании должны будут потерять сразу сотни самолетов. А это значит, потеряют и объемы перевозок. Соответственно, граждане потеряют возможность летать куда и когда хотят. И еще, такой запрет обязательно приведет к повышению стоимости авиабилетов. В студии вечернего вестника Дмитрий Кутявин. Мы денег за просмотр не берем, так что присоединяйтесь. И вот о чем расскажем сегодня. Как работать с инвесторами в условиях кризиса? И когда ждать смены технического уклада? Эти и другие вопросы обсуждали на открывшемся сегодня Пермском инженерно-промышленном форуме. Один фейерверк хорошо, а два лучше. Пермь начинает готовиться к Новому году. Пермь купеческая, промышленная, культурная. Нужно подчеркнуть, кто мы и к чему стремимся. Меняется не только технологический, но и весь уклад жизни. Растут требования к специалистам. Сейчас надо быть профессионалом высокого уровня. Особенно если в дипломе у тебя написано «инженер». Мало просто обеспечивать работу, оборудование, конструировать современную технику и машины, надо формировать окружающую действительность. Об этом и президент страны говорит, и эксперты, которые приехали сегодня на открытие Пермского инженерно-промышленного форума. Роботы повсюду. Одни предлагают сделать селфи, другие рассказывают об услугах, третий готовится вступить в бой на первой российской битве роботов. У нас робот-пневматрон, значит, он очень быстрый. То есть сумма мощности двигателя – это порядка 5 киловатт. И оружие – это ковш. Значит, усилие максимальное – полторы тонны. То есть микроволновку подбрасывают где-то на 15 метров. Тем временем битва за внимание посетителей идет в другом павильоне. Каждое прикамское предприятие старается чем-нибудь удивить. Здесь школьники занимаются 3D-моделированием, а здесь уже продукция для детсадовцев – игрушки. Инвестор в свое время счел этот бизнес привлекательным, но даже сам не ожидал такого спроса. Парк оборудования расширять можно. Смысл-то, может быть, не сейчас, как мы говорим, большую маржу заработать, а сейчас рынок под себя завоевать. Лучше, я не говорю, что демпинговать надо, но, по крайней мере, предложения делать очень доступные, чтобы зайти на этот рынок. Губернатор Виктор Басаргин отметил, что формат инженерно-промышленного форума по сравнению с прошлым годом значительно изменился. Время сформировало некую направленность этой выставки. Она связана с импортозамещением, ну и, безусловно, с темой, главной темой – подготовка инженерных кадров. То есть каждое предприятие сегодня показывает вот эту образовательную вертикаль, начинающуюся с техношколы, заканчивающуюся высшим учебным заведением. Основная тема форума – интеграция науки, образования и производства. Уже второй раз в Прикамье проходит конкурс для молодых IT-специалистов – «Хакатон». Главная цель – выявить самые перспективные проекты в области веб и мобильных разработок на основе открытых данных. Крайне важно то, что, как губернатор сказал, ваши все деятельности, результаты вашей работы крайне востребованы в крае. Поэтому я хочу пожелать вам успехов в вашем бизнесе. А если кто-то из вас решит создать хорошую стартап-компанию, мы с удовольствием ее профинансируем. Первую финансовую поддержку победители уже получили. За третье место – 100 тысяч, за второе – 200, за первое – 300 тысяч рублей. Дмитрий и Михаил разработали бесплатное для пользователей приложение «Тудоктор». С помощью него можно записаться в частные клиники. Это веб-приложение для мобильного устройства, оно тоже адаптировано. То есть вы на мобильных устройствах также можете записываться. Более того, люди записываются с мобильных устройств. Будет ли это мобильным приложением – посмотрим, пока таких планов нет. Молодыми специалистами и их проектами уже заинтересовались на федеральном уровне. Как и многими другими уникальными разработками и технологиями, представленными на экспозиции второго Пермского инженерно-промышленного форума. За два дня работы выставки все это смогут увидеть тысячи человек. Здесь установили свои стенды десятки компаний «Прикамья». Работают сотни участников. Каждый из них с радостью готов поделиться новыми разработками и опытом. Рассказать о пользе и востребованности своего продукта. Ритис Бараускас, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Учиться – учиться, а если потребуется, то и переучиться. Всевозможных курсов повышения квалификации нынче много. Выбор есть. Другой вопрос – как сделать правильный выбор, чтобы, как говорится, и результат был, и деньги были потрачены не зря. Я в рабочие пойду. Пусть меня научат. Аспирант Московского технического университета Александр Комиссаров специализируется в области металлообработки. Для повышения квалификации выбрал Пермский центр становления. Здесь, в Перми, очень удобно. И, как бы, абсолютно мы с отрывом от производства, с полным погружением, с глубоким погружением, скажем так, в работу, скажем. Результат, на самом деле, он очень положительный. И вот я, вернувшись, как бы, в университет, да, к себе, просто-напросто я буду. Но, на самом деле, как бы, готовый рабочий единица. Я себя, как бы, уже позиционирую уже несколько выше. Операторы, наладчики, программисты станков. За две недели учащиеся осваивают абсолютно все компетенции, которые потребуются им на производстве. Среди студентов люди с абсолютно разным уровнем знания. Профессионалы готовы сделать даже из гуманитария. Уникальность центра в том, что он готов дать знания, как тем, кто уже давно работает на станке, так и обучить тех, кто вообще первый раз приходит и первый раз узнает, что такое токарное дело. Знания даются, во-первых, сжато, во-вторых, очень комплексно, очень объемно. За три с лишним года центр выпустил более 800 специалистов, которые работают не только по всей России, но и за рубежом. Главный секрет, по словам директора, своя методика, метод погружения, а также разработка индивидуальных программ по запросам предприятия с выездом инженера-преподавателя на завод. Под каждый курс разработали авторские учебные пособия. Группы открываются каждую неделю. Берем группы маленькие, до шести человек. Здесь у нас сегодня две группы. Для того, чтобы каждому найти свой подход, и педагогический, и методический. И каждый из них работает на станке, у каждого свое рабочее место, и они приезжают домой без страха. У нас нет понятия лекции. У нас полностью практикоориентированное обучение. Наверное, по этой причине к нам едут все регионы страны. В Центре о повышении квалификации становления обучают также и школьников. Проводят профессиональные пробы на предприятиях, учат программированию на станках. В планах со следующего года начать повышение квалификации сотрудников кадровой службы и бухгалтеров. Руслан Пепеляев, Андрей Соловьев, телекомпания «Аветта». Авиационные и ракетные двигатели, топливная аппаратура, газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции, нефтепромысловое оборудование, цифровые волоконно-оптические системы передачи информации. Чего только не выпускают предприятия «Прикамия». Перечислять я могу долго, лучше посмотрим сюжет про завод «Гордость Пермского края». Меньше чем за век химическая промышленность сделала огромный шаг вперед. Изменилась как качество конечной продукции, так и технология ее производства. Первые едки калий на Березняковском содовом стали получать в 30-х годах прошлого столетия. Крайне небезопасным способом. Сначала был построен ртутный электролизм. Но так как там очень опасные тяжелые металлы, в основном ртуть, они негативно действуют на окружающую среду, было принято решение организовать диафрагменный электролизер. При этом в способе производства гидроксида калия ртутные пары уже не выделяются. Но существуют другие минусы. Во-первых, нужны большие площади. А во-вторых, есть опасность выброса хлора. В конце 20-го века появилась новая прогрессивная технология получения едкого калия методом мембранного электролиза. Этот способ позволяет эффективно и безопасно расщеплять хлористый калий на составляющие. Хлор идет в переработку, а калийный плав, пройдя по огромной системе трубопроводов, попадает в аппарат чешуирования. Сам аппарат состоит из барабана никелевого. Вниз аппарата подается плав. На барабан подается вода для охлаждения. На барабане образуется пленка, щелочи, которая охлаждается. И срезается ножами. И уже чешуированный калий идет из бункера уже на машину фасовочную. Подобная установка на всем постсоветском пространстве всего одна. Завод Содохлорад сделал ставку на модернизацию, повышение качества и безопасность производства. Несколько месяцев здесь работали иностранные специалисты, производя настройку сложного и уникального импортного оборудования. Они занимались именно проведением пусконаладочных работ. На сегодняшний день их здесь нет, потому что мы сами обучились, сами можем и сами делаем. Поэтому, скажем, опыт иностранных специалистов нам, конечно, был нужен. Без них нам было бы очень трудно запустить это достаточно высокотехнологичное, сложное оборудование. Поэтому и они нам были нужны. На сегодняшнем этапе мы освоили полностью и справляемся полностью. Весь персонал, начиная от программистов, заканчивая упаковщиком нашим. Сегодня на заводе Содохлорад трудится почти полторы тысячи человек. Всего за 15 лет руководству удалось возродить производство. Объемы налоговых и социальных отчислений в бюджеты региона в 2000 году меньше 3 миллионов. В 2003-м 67 миллионов. В 2007-м 109. В этом уже 225 миллионов. В планах через полтора года увеличить эту цифру еще в два раза. Ритя Сбараускас, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Все нужно делать заранее. И к Новому году готовиться тоже. Комитет попечителей Перми сделал горожанам подарок. Какой? Сейчас расскажем. Встречу комитета попечителей Перми посвятили итогам уходящего года. 2015-й особо успешный, подчеркнул глава администрации Перми. За год открыли более 45 значимых городских объектов. Среди них Дягилевская гимназия, спорткомплекс на Обвинской Победа, фонтан перед театром-театром. Удачен год и в сфере дошкольного образования. За этот год у нас создано будет 3500 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. До конца года в городе откроется 11 детских садов. Три возведены с нуля, восемь после капитального ремонта. Попечители подвели итоги и сезона дорожных работ. За год завершены работы по текущему и капитальному ремонту на 14 магистралях. Продвижение вперед в сфере дорожного строительства. Улица Горького завершена. Это совместный проект краевого правительства и города. Причем 95% из краевого бюджета профинансировано, 5% из городского. Еще три очень серьезные дорожные темы в работе. И в зимнем варианте они будут открыты. Уже часть открыта. Это площадь Восстания, плюс Макаренко, вторая полоса. И улица Советской Армии, перемычка между миром и декабристом. Активные обсуждения вызвали темы возрождения пермского баскетбола и подготовка к 300-летию города. Несмотря на то, что до большого юбилея еще 8 лет. Предложения, как его отметить, звучат уже сегодня. Один из вариантов проведения 300 знаковых событий. Нам, очевидно, 300-летие надо максимально использовать. Вопрос надо ставить глобально. Не просто, что мы можем и должны сделать в рамках городских инициатив. Нам необходимо максимально использовать и привлечение федеральных средств. Озвучили серьезные планы по празднованию Нового года. Гостей города и жителей Перми ждут два праздничных фейерверка. Подбой курантов в полночь и в 2 часа ночи. Само празднование начнется в 23.30 и продлится до 4 утра. Все это время будет ходить общественный транспорт. Татьяна Александрова, Дмитрий Микрюков, телекомпания «Ветта». Но сейчас время для зависти. Такой белой по отношению к работникам «Уралкалия». Сразу видно, что руководство компании о своих сотрудниках заботится. Точнее, об их здоровье. Это проектор для определения остроты зрения. Вот на стеночку выводится картинка. Привычные плакаты с буквами и символами разного размера ушли в прошлое. Современные офтальмологи используют такое оборудование. Очень облегчает и помогает. Меньше времени отнимает. Больше времени можно уделить пациенту. Доктор больше работает при назначении лечения. Ставку на современное офтальмологическое оборудование аппараты УЗИ решили сделать в новой поликлинике «Уралкалия» в Соликамске. Ее компания открыла вместе с медициной «Альфа-страхование», которая управляет сетью медицинских центров в 12 городах России, в том числе в Перми и Березниках. В новой поликлинике будут проводиться как амбулаторные приемы специалистами узкого профиля, так и профосмотры. У сотрудников «Уралкалия», живущих в Соликамске, появилась возможность посещать клинику в своем городе. На сегодняшний день уже получена лицензия на оказание доврачебной, первичной врачебной и специализированной медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь в этом корпусе пролицензирована на 10 видов услуг. Ранее поликлиника появилась в Березниках, где сотрудники получали врачебную помощь. Сотрудничество «Уралкалия» с «Альфа-страхованием» длится уже четвертый год. «Уралкалия» действительно тратит большие средства на своих сотрудников в плане социальной политики. И у них очень современная программа по добровольному медицинскому страхованию. Мы, исходя из того, что у нас есть потребность в расширении медицинских услуг и в рамках той программы взаимодействия с компанией «Альфа-страхование», мы решили, что действительно необходимо расширить этот спектр медицинских услуг именно в Соликамске, потому что у нас достаточно большой комплекс в Березниках. Но так как у нас две площадки, Соликамск за нас безусловно очень важен. В планах «Уралкалия» и «Альфа-страхование» расширить спектр медицинских услуг на площадке Соликамска. Уже ведется работа по поиску дополнительных помещений. Денис Пачков, Олег Мясняков, телекомпания «Ветта». Пожалуй, ни одно училище Перми не может похвастаться такими звездными выпускниками, как Пермская хореографическая. Сюда приезжают учиться со всего мира, потому что уже 70 лет Пермская школа классического балета – одна из лучших. Каждый день для учеников Пермского хореографического училища – это тяжелый труд. Расписание помимо общеобразовательных предметов – специальные, классические, дуэтные и народно-сценические танцы. После занятий – вечерние репетиции. Только постоянная работа над собой позволит стать лучшими на большой сцене, рассказывает студентка Елизавета Макиенко. Для меня танец – это вдохновение. Ну, это какой-то полет, это что-то высокое, это, ну, какое-то другое состояние вообще. Я себя видела именно в танцах с детства. Какое-то удовлетворение, наверное, что я занимаюсь тем делом, ну, для которого я живу, ради которого я живу, и которым бы я хотела заниматься всю жизнь. Пермская балетная школа была основана в 1945 году на базе эвакуированного в наш город Ленинградского хореографического училища. За 70 лет среди выпускников было немало ярчащих звезд российского и мирового балета. Поздравления с юбилеем в эти дни преподаватели получают со всего света. Глава Перми Игорь Сапко лично приехал в училище, чтобы вручить благодарственное письмо заслуженному работнику культуры Татьяне Калиниченко и поблагодарить творческий коллектив за работу. Искренне поздравляю и понимаю, что Пермским балетом, хореографическим училищем мы по праву можем гордиться. Гордится и наш город, гордится и Пермский край, гордится и Россия. Надежда Павлова, Ольга Ченчикова, Любовь Кунакова – все это выпускники Пермского хореографического училища. Учиться сюда приезжают со всего мира, чтобы получить прекрасную профессию – артист балета. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Пермь, сколько себя помню, все время соревновалась с Екатеринбургом. Но что самое интересное, Екатеринбург Пермь конкурентам не считает в принципе. Это не хорошо, не плохо, это факт. Я к тому, что хватит уже смотреть в затылок другим, надо искать свой путь, развитие, конечно. В вопросах самоидентификации разбирался Станислав Уланов. Листаешь старые документы в архиве? До революции Пермь купеческая. В советские годы важный промышленный центр, закрытый город, ну а еще совсем недавно культурная столица. Похоже, наш город уверенно держит пальму первенства, как самый ищущий город в стране. Но сработает ли здесь принцип «кто ищет, тот всегда найдет». Сегодня любой город неизбежно сталкивается с проблемой привлечения инвесторов и сохранения наиболее квалифицированных специалистов. И многие пытаются презентовать себя таким образом, чтобы быть максимально привлекательными и для тех, и для других. Социолог Олег Лысенко уверен, Перми необходим бренд, иначе последствия могут быть критическими. Потому что в современном мире, который глобализируется, либо мы делаем бренд, продвигаем его на уровне России, на уровне мира, либо мы просто исчезаем с карты мира, не в физическом, разумеется, смысле, но в информационном смысле. Нас во-прежнему никто не знает, и мы проигрываем в экономическом соревновании. Пермь, вне всяких сомнений, город значимый. Промышленный, театральный. Но трудно не согласиться с тем, что единого его образа не существует даже среди самих горожан. Что ж поделаешь, пермики все еще не могут определиться с ответом на один из вечных вопросов. Кто мы? Да, бог его знает. Город промышленный, культурный, мы все вместе. Значит, у нас культурная столица так и осталась. Я считаю, что город стал более духовный, был более такой современный город. Более культурный, красивый. Пермь. Такой город на периферии. Город где-то у черта на куличиках. Думаю, это обидно. Развивать культурную сферу или уйти с головой в промышленность, чтобы о нас заговорили. Андрей Шишигин за комплексный подход. Здесь работа по созданию комфортной городской среды и поддержка культуры и экономика. Это не моногород какой-то на самом деле. Это крупный город-миллионник, региональный центр. Это город, в котором уже у тебя есть и наука ее, заметим, так сказать, и крупные промышленные предприятия. Поэтому говорить, что нет, давайте мы сейчас, как это некоторые предлагают, единственный путь новой там индустриализации, значит, да, то есть сделать ставку исключительно снова на промышленное производство, как это было в советское время, тоже представляется не совсем правильным. Между тем, данные социологических исследований свидетельствуют. Горожане уверены, за последние 15-20 лет мы очень сильно проиграли своим соседям по ключевым показателям. Им, Казани и Екатеринбургу, и метро, и универсиаду, да и чемпионат мира по футболу тоже мимо нас. Этак и до комплекса неполноценности недалеко. Впрочем, родину не выбирают. Андрей Борисов подчеркивает, идентичность требует инициативы и начинается с малого. Без патриотизма она невозможна. А когда у меня будет патриотизм? К тому месту, где я живу, и, соответственно, идентичность когда будет? Когда я это место облагородил? Когда я в это место вложился? Когда я в него инвестировал? И речь не идет только о денежной инвестиции, а речь идет об инвестиции. Ну, я вышел и убрал свой двор. Я вышел и навел порядок в своем подъезде. Андрей Борисов замечает, отставание Перми от Екатеринбурга в столичные гонки за лидерство на Урале и превращение ее в некотором смысле в провинциальный город это не обязательно плохо. Возможно, именно так выглядит общественный запрос. А провинциальный статус, между тем, не лишает нас возможности иметь доступ к культуре и зарабатывать на промышленном производстве. Главное, образ города должен быть близок самим горожанам. Кстати, по мнению социологов, сами себя пермики оценивают больше как людей хороших. Трудолюбивые мы, отзывчивые по собственному убеждению, гордые. Впрочем, замечаемые собственные недостатки, мрачность и порой недостаток культуры. Но для того, чтобы сложилась эта самая идентичность и положительный образ города, рекомендуют всего ничего – культивировать достоинства и бороться с недостатками. Станислав Уланов, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Оставайтесь с нами хорошо. Впереди еще столько всего интересного. Игровое шоу «Цена вопроса», «Астропрогноз», рубрика «Чтоб я так жил» и новая серия Склифосовского. Я не прощаю, встретимся в 21.00. Здесь же, на «Вете». В пятницу, 13 ноября, в Перми ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Ветер юго-восточный – 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 85%. Температура днем – минус 2-4 градуса.